На Меднее Евангелие читал. Сейчас читать не принято, сложно. Мозги надо включать, а это опасно. Включить-то мозги несложно, а как потом выключать? Поэтому сейчас весь мир перешёл на картинки. Глянул, ничего ещё не понял, картинка уже другая. Или ещё проще, вставил в уши провода, там бесконечная песня ни о чём, но каналы, где возникли мысли закрыты, руки, ноги покачиваются, бывают даже какие-то визги исходят изо рта, но сам субъект явно в отключке. А это лучшее состояние рабов. Чьих рабов? Как чьих? Рабов греха. Это школа дьявола. У него такая забота всем жителям планеты мозги засорять. Или отключать совсем, чтобы они точно знали, что они просто модернизированные обезьяны, плод эволюции, такая бессмысленная биомасса. И, кстати, успешно работает программа дьявола. Не то, что программа Единой России. А может, Единая Россия на службе у дьявола? Мысль возникла. Как сейчас говорят, оценочное суждение. А что? Очень может быть. Так вот, читаю я, значит, Евангелие. Книжка невеликая. Там главный герой – Иисус Христос. И что он заявляет? Смотрите. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Ее завис. Кипение мыслей началось. Мир во тьме? С этим не поспоришь. Христос, значит, свет. Ну, известно. Он Сын Божий. У нас в России, да и во всем мире, празднуют день Его рождения. Вроде почтение оказывает Ему. Но что меня смутило? Почтение-то оказывает, а вот света не прибавляется. Даже напротив. Тьма сгущается, и очень ядовитая тьма. Злая тьма. Все из лжи и ненависти соткано. Ну, точно так и тогда, как в Евангелии об этом будто про нас и написано. Начальники их не привели к Иисусу женщину, грешница она. Давай ее камнями побьем, так по закону будет. А Иисус и говорит, ну давайте. Кто из вас, если без греха, то ты начинай. Так понимаешь, разбрелись все. Никто камня не поднял и не кинул. Совесть у них возникла. Свет Иисуса их просветил. И вот тут вот я напрягся. У нас бы так. Если бы и вправду у нас бы чествовали Иисуса. Свет бы был. И совесть была бы. И у начальников была бы совесть. Представляете? Начальники совестливые. Не врут, не воруют, не убивают. Честные, порядочные. Никаких дубинок не надо. И что сильно уж мерзко, так это то, что даже в церковной среде света маловато. Камни летают. Ты понимаешь? Среди святых камни в ходу. Вот ведь ужас. И будто соревнование социалистическое. В какой святой общине больше побитых камнями. Их отлученными называют. А есть такие массовые камнепады. Целые общины камнями побиты. На них вывешивают такие бирки с указателями. Нечистая община. И святые бийцы убеждают, что самый великий грех – это здороваться с теми с нечистыми. И все зло, ненависть и осуждение совершается святыми от имени Иисуса Христа. Будто это их сам Иисус научил. И повелел ненавидеть братьев. Ничего себе. Сижу вот, плачу. Книжка-то невеликая. Да и одной страницы хватило, чтобы заплакать. Почему камни летают? Почему? Неужели свет не проник? Неужели еще во тьме? Так если во тьме, где же тогда свет? Если во тьме, где же тогда вера? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok